Пермики Максим Дылдин и Денис Алексеев в составе российской сборной успешно преодолели квалификационный барьер на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнование в корейском тегу наша команда показала седьмой результат. В эстафете 4 по 400 метров, 3 минуты и 81 сотая секунды. Таким образом, россияне пробились в финальный забег. Молот при камне неудачно начал предсезонный турнир Рубиновый кубок в Тюмени. В стартовом матче наша команда встречалась с Орским клубом Южный Урал. Уже после первого периода наши проигрывали 1-3, но нашли в себе силы сравнять счет. В составе молотобойцев дважды отличился Луговской, еще одна шайба на счету Деева. Игра перешла в овертайм, за 20 секунд до конца которого пермики пропустили быструю контратаку, обернувшуюся голом. 4-3 победа Южного Урала. В пятницу подопечный Юрия Новикова сыграют с Петзенским Дизелем. Минифутбольный клуб «Арсенал» начал выступление на предсезонном турнире «Уральские звезды» в Екатеринбурге. В стартовом поединке соперником стал представитель первой лиги Ухта. Итогом встречи стала ничья 1-1. Впрочем, главной целью сейчас является не достижение результата, а просмотр новобранцев. Поэтому тренерский штаб выпустил на площадку всех приглашенных игроков. Во втором матче канониры проиграли дублирующему составу клуба «Вестсинара» 3-6, а в третьей игре уступили команде «Табол Тюмень-2» 0-5. Впереди второй этап соревнований, где канониры будут оспаривать пятое место. Готовится к новому чемпионату и гандбольный клуб «Пермские медведи». Во втором матче на прецизионном турнире в Запорожье наша команда обыграла «Донецкий политехник» 25-23. Самым результативным в составе «Пермяков» стал Семенов, забивший шесть мячей. Впереди заключительный поединок группового этапа против краснодарского «Скифа». Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Аплодисменты.